сравнительно недавно знакомый офицер подарил мне вот такой вот ремень пояснил что это ремень морского пехотинца и как бы вот заодно вспомнилось мне что есть у меня по морской пехоте вот по этой теме три монеты как-то вот по родам войск выпускала выпускались в россии монеты и вот в том числе и вот посвященный морской пехоте 33 монеты 3 1 рублевика вышла с старинные петровских времен форме солдат потом современный солдат и герб морской современный герб морской пехоты вот такие монетки выходили вообще день морской пехоты отмечается 27 ноября именно в этот день по указу петра адмирал головин начал формирование вот и вот этих вот войск раньше они назывались не морпехи а морские солдаты и вот такой вот со временем претерпела измерения и стала то чем стало теперь вот черные билеты якорь на шевроне тельняшки и особенный флотский кураж вот так вот 27 ноября свой профессиональный праздник будут отмечать матросы офицеры и мичмены морской пехоты россии есть такой род береговых войск военно-морском флоте по праву считается они частью элиты вооруженных сил наравне с десантниками и спецназом за свою более чем 300 летнюю историю морпехи сражались в сотни битв совершали множество подвигов неоднократно обращали врага в бег с одним своим появлением в их боевом активе северная война с швеции штурм корфу и измаила среднеземноморский поход адмирала ушакова бородинская битва крымская и русско-турецкая кампании две мировые войны и вооруженные конфликты последних десятилетий вот хотелось бы вспомнить войну 1812 года в ней морпехи тоже участвовали и в том числе один из первых флагов которые подняли над поверженным парижем бонапарта был андреевский флаг подняли его как раз те морские пехотинцы тех времен морские солдаты как они там раньше назывались ну я бы хотел вспомнить из тех что из операций которые проводили морская пехота самый знаменитый что ли одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый евпаторийский десант в январе 1902 года операцией предшествовала успешная вылазка советских военных моряков из осажденного севастополя совершенные месяцем ранее отряд из 56 морпехов под командованием капитана василия топчева высадился с двух катеров в крымские евпатории и разгромил жандармиру и полицейское управление уничтожил на аэродроме немецкий самолет в порту несколько кораблей катеров противник кроме того бойцам удалось сводить 120 военнопленных и без потерь вернуться в севастополь вот в таком стиле было еще много много операций и у нас и за пределами россии ну что ж всех причастных с праздником